Выявить и ликвидовать порушения пожарной безопасности. Супрацовники МНС проводят профилактическую работу в интернатах. Разом с инспекторами в рейд отправились наши корреспонденты. Внимание! Сработала пожарная сигнализация. Всем срочно покинуть помещение согласно плану эвакуации. Проверка пожарной сигнализации в семейном интернате номер 6, что належать Гомсельмашу, проводится регулярно. Тестирование системы – важная частка профилактики здоровья. Например, зараз отключают так званый шлейф у пожарным оповещальнику. На пульт дежурных сразу поступает сигнал. По правилам дежурный повинен подняться до места и оценить ситуацию. А затем выкликать супрацовников МНС. Инспекторы проверяют так само заполнение журналов пожарной безопасности и ведание правилов. Основными причинами возникновения пожара в общежитиях является неосторожное обращение с огнем и нарушение правил экспортации бытовых электроприборов. Поэтому сегодня мы проводим рейдовые мероприятия, для того, чтобы провести обучающие беседы с проживающими общежитиями и, конечно же, проверить действия персонала в случае обнаружения пожара системой автоматической пожарной сигнализации. Наступный пункт у программе рейду – студентский интернат ГДУ по улице Кирова. У Саковику этого года тут отбылся пожар. Огонь знищают зверы, кабинки и обилку столи. Верагодная причина узгорания – неосторожное обыходжение с огнем при куренне. Летом у интерната застаются замежные студенты. Профилактичный рейд – махчимость нагадать правилы безопасности и проверить. Те умеют корыстаться огнетушителям, персонал и проживающие. Стараемся раз в несколько месяцев напоминать студентам правила пожарной безопасности. Ознакамливаем их под роспись в журнале. У нас есть журналы, как пользоваться огнетушителями. Внимательно относимся к нашим туркменским студентам, потому что у них еще к тем, которые только поступили, есть проблемы с языком. Поэтому им буквально на пальцах, показывая огнетушитель и все остальные какие-то действия, показывая, что такое план эвакуации, который в каждой комнате находится, по каким лестницам они куда должны идти. И, в общем, таким образом напоминаем. Подчас ломачальной работы воротовальники так само нагадывают. Пытание безопасности залежит не только от службовых особ. Отказность за порушение правилов несут и проживающие в интернатах. Вероника Гамзюкова, Павел Антон Алтель, Радио Компания «Гомель».